Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Skyrim. В последней серии мы выполнили квест по добыче драконьего когтя, или как он там назывался, этот артефакт принесли, его сдали, и теперь у нас новое поручение, нужно отправиться в Уайтран, предупредить Ярла о том, что тут творится. И кроме того, у нас еще есть задание взглянуть вот сюда и убить главаря бандитов. Я думаю, нам за это неплохо заплатят. Так что нас ждет путь-дорога, пора отправляться. Так, у нас лук, надо было хоть ничего еще продать, конечно, ну ладно. Я думаю, ничего страшного не случится. Какая в игре природа, обалдеть. Так, это что там, лось? Лось, уйди с дороги, я не хочу с тобой воевать. Я даже не прячусь, как видишь. Смотри, вообще не пуганный, да? Плавающий лось. Где еще такой увидишь? Хотя это олень, скорее, все-таки был. Так, тут горная гряда. В принципе, я думаю, по той стороне идти. Тихо. С луками лучше воевать издалека. Твоя шкура моя. Как я его. Хотя, по-моему, это ранение отнюдь не смертельное. Ну ладно. Так, шкура и стрела. Даже стрела не погнулась. О, как хорошо. Так, там у нас, похоже, равнины идут. А вон там я что-то вижу. Ух ты, обалдеть. Настоящий замок. Ты посмотри, да? Население довольно-таки серьезное уже. Надеюсь, там нас ждет что-то интересное. Да, наверняка ждет что-то интересное. Кто бы сомневался. Здесь у нас кругом болотистые равнины. Прям как в Норвегии. Очень похоже. Куда-то туда, я так понимаю, ведет дорога, которая приведет нас к крепости, где нам нужно убить главаря бандитов. А тут у нас... Что это у нас тут такое? Берем оружие. Это вдруг еще кто-нибудь воспримет. Это как омя-доварни, мед я люблю. Где ваша пасека? Так, там склад. А здесь они живут, похоже. Хонинг. С семьей. Че-то у вас тут лежит, уважаемый? Орехи в меду. Добро пожаловать. Я владелец и основатель медоварни Хонинга. Рад за тебя. В мед Хонинга идет только лучший натуральный мед, а не бурда из поместья Златоцвет. Ну ладно. Погляди. Пища. Бештекс. Смотри, какое мясо обжаренное, да? Обалдеть. Так. Жареная куриная грудка тоже хорошо. Жареная рыба-убийца. Ну, видимо, не самая лучшая убийца, потому что убили ее. Так. Мед Хонинга. Давайте купим бутылочку. Попробуем. Может, пристрастимся. Отварная говядина и хлеб. Как я понимаю, зелья у тебя нету, да? Ладно. Сколько всякой вкуснятины. Так. Предметы. Пища. Без какого-либо видимого эффекта. Чего пугает, что так? Ох, какая детализация модель-то. Отлично. Жало у него, конечно, натурально ядовитый. Какие огромные железы торчат. Фу, какая пакость. Такого увидишь, и Кондратис хватит. Так, ладно. Где-то вон там, вон у нас, это церковь, церковь, крепость, вот ее оставшиеся сегодня. Можете все-таки сначала туда сходить? Ммм, давайте сходим. Подожди, с какой стороны она? С этой. Хорошо. Тогда нам нужно вон туда. Потому что, в принципе, у нас пустой инвентарь, все хорошо, оружия хватает. Говорят, на Хелген напал дракон. Если такое чудище явится сюда, мы будем готовы. Молодцы. А мы же тем временем идем убивать бандитов и их главаря. Потому что бандиты, это всегда плохо. Ой, 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 ой. Ты откуда взялся такой страшный? Так, возьмем твою шкуру. Откуда ты вообще нарисовался-то? Так, хорошо. Хорошо. Равнины, конечно, шикарные. А куда ведет эта дорога, интересно? Давайте посмотрим. Ох, блин, заведет меня мое любопытство, как обычно, куда-нибудь не туда. Опа. Ах, какой сюрприз. Надо же. Так, с тобой придется драться в рукопашную. Свободен. Так, что у тебя есть? Топор. Записка для Рудольфа. Хорошо. Что за записка? Конечно, по идее, надо бы сначала разобраться. Так, подожди, а где она? Может, ее читать через... Как ее читать? В книгах? В книгах можете? В книгах можете? А, вот. Так, твои выходки мне надоели. Мой дядя, конечно, коллега, но раз я его поставил на стражу, ты будешь его уважать. Хватит этих тайных вылазок, хватит соваться в его книгу и вбивать в стул гвозди. Понятно. Не сам хороший человек, короче, и плохо кончил, как такие люди обычно не заканчивают. Там у нас остался еще лучник. Судя по всему, кроме него там больше никого нет. Тихо. Блин, да что ж такое? Ты посмотри, а какой вредный. Хорошо. Я не совсем понял, что я с ним сделал, но похоже я упырнул. Охотничий лук и при этом какой-то хороший. Или нет, нехороший? Нет, по-моему, нехороший. Просто обычный охотничий лук. Мне просто показалось. Так, бочка. Приличная застава. Мне ж не сюда, по-моему, квест. Мне вообще вон туда. Зачем я иду сюда? Или все-таки пойти? Блин, даже не знаю. Какой мне интерес сюда ходить. Мешки у нас соль. и красное яблоко. Ух ты. Целый круган какой сыра. Это круто. Давайте одним глазком глянем. Любопытно же. что у нас вообще там может быть? Я надеюсь, это не будет опять, что зашел выполнить небольшое задание, засел там на 3-4 серии. Так, я не думаю, что ты особо дружелюбен. Но при этом, когда зашел, ты вроде как меня не атаковал. О, не знаю. Давайте попробуем с ним поговорить. кто здесь? Родерф это 3? Ну, я не хотел бы тебя убивать вообще-то. Поэтому я спрошу да? Понятно, он слепой. Старшой местный на вершине, да? Зачем тебе книга есть и слепой? книга вообще пустая. Она не даже страниц переворачивать нельзя. Так. И у нас новый умень. Это круто. Сейчас мы его и поднимем. я думаю в этот раз нам понадобится здоровье и кроме всего прочего косно-речия. цены. Убеждения. Угрозы. Угрозы. Купец. с марика это все довольно-таки неплохие вещи. для начала для начала нам нужно очарование. Но видимо чтобы прокачать мне нужно сначала поднимем. стоимость их тут не написано это плохо давайте попробуем тогда скрытность или стрельбу прокачать давайте лучше вот это вот или блин столько всего хорошего я даже не знаю что поначалу лучше прокачать кстати говоря напишите мне в комментах что именно вы решили прокачивать своего персонажа мне интересно как люди играют ну и вам я думаю тоже само собой так удар в спину ну качаем пока скрытность скрытность мне уже не раз пригождалась так испорченные книги причем такое ощущение что прямиком из фоллаута 3 кстати говоря я так зелье не купил у торговцев если сейчас меня начнут рвать мне даже особо нечему лечиться еще один прекрасный повод развернуться и идти обратно но так ты с нами да мы не можем поставить на стражу этого плаксивого дурака даже если он дядя Хаймер пора разобраться с обоим ударим сегодня в сумминках готовься тихо ударили в сумминках называется да там просто так труп лежит я найду того кто это сделал найдешь конечно так девушка да возвращайся да нет ты какая то вообще лоботомированная там два трупа лежат со стрелами в головах она все думает показалось ли ну тупые как говорил задорнов сейчас она опять придет скажет а может не показалось все таки но так задается мне что она ушла давайте стрелу выпустим уж и подберем у этого какое то странное ранение надо сказать так что у тебя можно взять стрелы хорошо я не стал даже разбираться что они кто они по беспределу можно сказать наехал на пацанов хорошо потому что бандиты есть бандиты путеводитель по Скайриму к сожалению многие высокородные гости из Серадиила они из Серадиила дебилы удостаивают Скайриму лишь взглядом из окна своей кареты разумеется это варварская неотесанная провинция не отличается гостеприимством но при этом сей край наделен дикой жестокой красотой здесь вас ждут величественные виды и вдохновляющие чудеса природы необходимо лишь иметь достаточно воли чтобы отыскать их и достаточно вкусы чтобы оценить их по достоинству если вы склонны осмотреть Скайрим самостоятельно я бы рекомендовал вам начать с того же что и я с поиска камней судьбы мы уже встретили это название наверняка вас смутило среди провинциалов и жителей деревень бытует множество мрачных историй об этих памятниках древности тут рассказы о некромантических ритуалах и свирепых духах и о великом и ужасном могуществе что достанется всякому кто осмелится к ним прикоснуться все эти россказни как однажды сказал мне яро игров просто куча мамонтовых тюрьма сказано грубовато но верно конечно всегда следует быть начеку бандиты и дикие звери представляют большой опасности но отношения самих камней и страхи совершенно беспочвенные как раз напротив близко к городам и дорогам делают их идеальными объектами для начинающих исследователей и к тому же зачастую они награждают захватывающим видом оправдывающим все усилия сколько там много еще нет? нет, не так уж дабы разогреть ваш аппетит расскажу о четырех таковых местах большая часть путешественников попадает скорее через Хелген это поселение часто называют воротами на север ну оно сгорело, мы помним если вас занесет в это захолостное местечко не упустите возможность прокатиться вечером на север вдоль по дороге изгибами спускающейся промеж по дороге изгибами спускающейся промеж скал к восточному берегу озера Иленалта прямо у дороги на небольшом утесе разместились три камня хранителя самое крупное скопление менгиров во всем Скайдиме на закате отсюда открывается невероятно красивый вид на озеро путь прибывающих со страны Чейдин Холла лежит через Рифтон известный со времен Тайбер и Септима как город интрика в родства но Септимы это местные правители если кто не помнит если вы ищете приключения в Рифте выходите из города через южные ворота и обратите свой взгляд на утес возвышающийся на юге на его вершине стоит камень тени вполне удачный символ для города воров Вайтран является сердцем Скайрима и возвышающийся над городом дворец мог бы составить конкуренцию великим замком Сиродила впрочем если вам прискучит хлебосольство Ярла в нескольких часах езды по дороге на восток от города который проходит над ущельем Белой реки вас ждет еще одно приключение камень ритуала установленный в древнем памятнике находится на вершине одинокого холма что возвышается с северной стороны от дороги не спешите и насладитесь неповторимым видом на Вайтран, тундру и ущелье более опытных исследователей может заинтересовать поездка в Маркарт в Маркарт древний каменный город далеко на западе из-за недавнего восстания изгоев путешествия по пределу стали опасны но если приключений вам хочется любой ценой вы найдете еще один камень к востоку от города он возвышается на горе над шахтой Колскейгр забраться туда сложно однако для любого исследовательного покорения этой вершины дождение стало бы достижением достойным гордости скорее можно обнаружить иные камни судьбы я лично замечал еще несколько что возвышались на самых удаленных горных вершинах или стояли окутаны туманом посреди северных топий однако истинное удовольствие исследование возможности открывать новое и поэтому я ставлю это вам донаправить восьмеро ваши стопы понятно кстати говоря есть подозрение что нам это не зря рассказывает и возможно мы поднявшись на эту гору примерно этим и поживимся так что еще у нас есть химическая лаборатория с алхимией я никогда особо не дружил так сыромятный щит шлем что в буфете у нас есть метла утюг чугунный горшок не тут никого никого все что кстати говоря угу довольно-таки мощное оружие я не думал что это будет что настолько легко будет с ними справляться с помощью лука. Но меня это радует. Просто радует. Соберем с них стрел. Это нам завсегда пригодится. Без особой шума и пыли мы навели тут шороху. Тут у нас дикарка. Какое-то страшное. Так, но я не думаю, что открывать дверь будет хорошей идеей. Куда же мы идем? Совершенно случайно вот так вот нарвались на очередное логово бандитов. И при этом тут что-то интересное происходит. То есть не просто фигней страдаем, а делаем реально интересное дело. Ага, и тут выход на поверхность. Хорошо. Белая река. У нас в Уфе Уфа стоит на реке. Белая называется. Так что посмотри, да? Вот на левой книжке значок Обливиона. Хотя не самого Обливиона. Наверное, просто какой-то из знаков игры что-то назначает в игровой логике. Тихо. Хайвар железная рука свободен. Так, перчатки железной руки. Хорошие перчатки. Стальной боевой молот. По крайней мере продадим. Одним ничего кого. Золото. Железная броня нам, пожалуй, не нужна. И в целом все. Что-то еще можно сделать. Так, золото отмычка железная стрела. Давайте почитаем его дневник. Последнее время добыча была неплохой. Наверное, это все война. Вокруг полно торговцев и трусов, которые только и думают, в какую бы щель залезть, чтобы все это переждать. Мои люди облегчают их бремя, избавляя от лишнего золота. На дороге патрули повсюду. Но снаружи не высунешь. Наверное, путники пожаловались ярво. Не похоже, чтобы стражники были готовы взяться за нас. Всерьез, но мои люди нервничают. Я поставил Роджира в дозор вместе с Ульфом, чтобы не возмущались насчет охраны. Понятно. Довольно высоко мы поднялись. Надо отметить. И опять у нас свечерело. Поблизости нигде нет камней. Как они там? Камни-душ называются. Поэтому мы, пожалуй, будем возвращаться. Подожди, а то что? ой, хорошая ли эта идея. Я сейчас, по-моему, убьюсь просто. хотя, как знать, такой спуск будет как минимум быстрее. Так, тихо. хорошо. Фух, ну ладно. Ладно. У нас люди все лежат. Понятно. сейчас посмотрим, сколько там наруч тихо. У нас проблема. У нас проблема. Так, старый стальной кинжал. Ну давай, братин, давай. Морда треснет. Запаритесь. Мне нужно в какой-то проход встать, чтобы два сразу не могли пройти. Свободен. Так, парниша отдыхает. Был вообще несложно. Так, что с тебя можно взять? Отмычку? Ну ладно. Вот так. Золото отмычка жерель малого здоровья. Уничью здоровье это полезно. Так, это у нас в одежде, наверное. Угу. Что такое? Светлячок, что ли? Ты посмотри, да? Круто. Тихо. А, там еще светлячок. Мне показалось, там костер. Ладно. Где-то впереди у нас волк. С волками я бы тоже, честно говоря, не хотел бы встречаться. А он уже бежит не один. Так, вроде все. Хоть они не сложные, но все равно я стараюсь избегать нужных столкновений. Так, это что за камень ритуала? сдается мне, что это может быть полезно. Так, ну явно не с этой стороны подходить. сейчас найдем. Сейчас найдем. Тихо. Интересно, а ты мирный, нет? Кто бы ты там ни был. вот сейчас и узнаем. Так, он меня заметил, он достал оружие, но не атакует. Некромант, вашу мать. Надо убить начальника. Блин, куда он делся? короче говоря. Допрыгай ты, мать. Тихо. Так, а вы никуда не пропали, да я понимаю? Или все-таки пропали? Хорошо, убил некроманта, значит, разорвал их связь. Это хорошо. Ты что тут делал, козел? Потом заклинаний, одеяние. Ничего особо хорошего у тебя нет. раз в день, благословленные знаком ритуала могут поднять мертвых поблизости починить свои воли. Нет, спасибо. с магией крови предпочитаю не водиться. Древний нордский лук возьмем. Ну, шо ж, некроманты, вы в моем списке, будем вас резать, как и прочее. Так, что там, видать, нет? Где-нибудь нашу крепость. в принципе она вот, где-то вот тут. И, в принципе, я думаю, мы туда двинемся в следующей серии, потому что на эту серию приключений уже хватило. Надеюсь, вам все нравится. С вами был Артур. Увидимся. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!